как это делается уже я забыла честно говоря ну погнали друзья всем привет вы на канале перекосина с вами я перекосина настя не виделись мы с вами давно и это видео будет разговорным я расскажу вам про свои мысли и ощущения за последнее время за последние месяцы в течение которых меня не было на ю тубе не входило никаких роликов да и других социальных сетях я уже не так активно как было раньше в общем это видео расскажу вам куда же я пропала честно говоря я даже не знаю с чего начать потому что не помню с чего все началось но сегодняшнее видео будет о моем состоянии потому что она сыграла определяющую роль моем отсутствие на этом канале я пыталась вспомнить какого события все не задалось началось вот это мое отсутствие наверное это была съемка для ролика о бали я хотела подготовить для вас такое видео интервью и брала интервью у некоторых жителей бали у местных у экспатов причем там были англоязычные ребята и для меня это был такой огромный стресс и огромный скачок я очень переживала но в то же время очень радовалась тому что у меня получалось брать неплохие интервью понимать что мне говорят люди задавать интересные вопросы также я представляла как мне придется все это переводить и вместе с каким-то волнением и страхом было воодушевление потому что это вообще очень прикольный необычный такого ни разу не делала мне оставалось лишь записать подводки к всем этим интервью но я решила чуточку улучшить свою внешность и записалась в довольно хороший салон на бали чтобы добавить в свои на тот момент светлые волосы немного русского чуть-чуть потемнее хотел сделать по естественней в итоге я пришла в салон видимо не знаю мы не поняли друг друга с мастером плюс мне показалось что у них не было нужной краски они пытались не убедить в том что мне нужна какая-то другая в итоге в общем мне нужно было подписать бумажку где я подтверждала что вот эта краска могут и меня красить и такое ощущение что там что-то напортачили они долго совещались короче салона я вышла с черным цветом волос плюс у меня у лица были светлые пряди все волосы были черные а пряди были прям совершенно белые и это был очень резкий переход они смотрелись как кляксы хотя референс был совершенно другой я хотел просто добавить чуть-чуть бликов светлых на свои имеющиеся русские волосы в общем это должно было быть легкое тонирование плюс светлые блики короче меня сделали брюнетку и мои планы по записи подводок все сдвинулись плюс мы тогда собирались уже улетать с бали в другую страну на филиппины были уже куплены билеты это все произошло прям за несколько дней до вылета и я понимал что на бали я уже подводки не смогу записать что мне придется найти похожие какие-то пляжные ландшафты для записи подводок но на филиппинах это сделать легко и просто там самом деле природа очень похоже с индонезийской так же много пальм в общем я прилетела на филиппины у меня был темный цвет волос понятное дело что я еще очень переживала я прям плакала и этот темный цвет волос начинал смываться потихонечку но смывался не так как мне нужно я люблю холодный цвет а он смывался в какой-то очень теплый даже рыжий и это все был огромный огромный стресс я очень часто плакала почти не фотографировалась и мне нужно было записывать ролик из филиппин ведь мы прилетели на остров всего на пару недель и нужно было за это время все отснять и я конечно же снимала ролик сейчас в работе он вообще должен был выйти как раз вот следующим после интервью но я не подводки к интервью не могла записать и я хотел еще видео об аль записать такое итоговое каково мне было там жить рассказать какие-то лайфхаки для людей которые туда прилетают или там уже живут в общем все пошло по одному месту я очень сильно переживала проще говоря съемка подводок к этому видео отложилась и я решила что мне нужно опять покраситься в общем я записалась на окрашивание уже на филиппинах это вообще огромный риск потому что на бали хоть какой-то сервис есть и там реально есть классные мастера про филиппины ничего не знаю и записалась я на окрашивание в столице а столице вообще в целом-то туристов особо нет короче все вертелось вокруг моей головы вокруг моих волос выпуска филиппинах а острове на котором мы были я записала в итоге с тем цветом волос который у меня был все-таки отснять это нужно было я очень хотела это сделать и материала получилось очень и очень много он очень крутой и мне сейчас вот приходится это монтировать у меня ноутбук не тянет мою программу тем более такие файлы короче сейчас мучаюсь но если постепенно рассказывать историю то все началось вот с моей головы с волос потом на филиппинах мы пережили довольно сильный стресс из-за того что после бали мы хотели уже немножечко комфорта но на филиппинах этого комфорта мы не получили потому что остров на котором мы жили он очень странный там полное отсутствие цивилизации там не было интернета практически нам все время нечего было там есть там проблемы с магазинами с кафешками я конечно попыталась о нем рассказать можно больше хорошего и найти это хорошее но подержались как могли но стресс равно сказался и когда мы переехали уже в столицу там мы просто заперлись дома в комфортной маленькой квартирке тут вообще не выходили оттуда лучше у них а не выходить потому что манила столица филиппина это вообще очень опасное место мы вышли погулять один раз я поняла что я больше никогда не выйду на улицу в маниле и вот сколько мы там прожили две недели я перемещалась только из дома в продуктовый или в кофейню ну и там по минимально каким-то делам мы успели сходить за две недели пребывания все это время я должна была монтировать и я пыталась пыталась какие-то подводки записать у меня ничего не получалось я смотрел на свой цвет волосы думала что все вообще очень плохо в итоге меня там покрасили и все опять был очень странным и опять не поняли с мастером друг друга но вот сейчас у меня все смылось и выглядит уже довольно хорошо в целом люди которые там не очень внимательно следят они вообще не заметить никакой разницы но лично я и замечаю вот но в целом я сейчас уже готова все это делать но представляете сколько времени прошло с момента того как я записала все эти интервью получается уже кажется месяца четыре и это уже не очень-то актуально и я уже вообще на другом конце света столько всего произошло и хорошего и плохого но вот с этих моих волос этого окрашивания кажется запустился процесс какого-то не принять себя отвращение к себе и плюс из-за частых переездов я вот получается с момента бали посетила еще три страны и эти постоянные переезды они меня совсем вымотали и хотел еще снять видео о том каково это жить в эмиграции причем не с февраля аж сентября 21 года то есть уже скоро будет полтора года как мы в эмиграции не мы не просто живем в какой-то одной стране мы постоянно перемещаемся постоянно сталкиваемся с чем-то новым совершенно новым для нас стрессом каждый получается в среднем месяц я привыкаю к новому месту я изучаю какие-то там магазины где я буду ходить покупать продукты кофейни где буду одеваться какой погоде мне вообще готовится все вертится вокруг этого домашнего уюта которого у меня совершенно нет это сильно-сильно выбивает почву из-под ног и знаете иногда включал камеру садилась перед ней и понимала что это все будет очень похоже на ночьё что я вообще не в состоянии сейчас общаться с людьми потому что я очень как-то негативно сейчас и несмотря на то что я путешествую я совершенно не испытываю радости своей жизни ну не прям совсем конечно же есть очень классный момент и мне очень нравится открывать для себя новые места по-прежнему но все это сопровождается какой-то фоновая тревога и фоновым стрессом я каждый раз убеждаю себя в том что я классно живу многие мечтают об этом и у меня появилось много каких-то новых людей из-за вот моего канала многие мне пишут в других социальных сетях рассказывать свои истории как они там не знаю девушка мне писала что они с партнером путешествуют по-моему три года уже по разным странам и я думаю блин люди три года путешествуют а я сдаюсь после одного года все я уже не хочу никуда не хочу сдвигаться с места но я действительно не хочу и действительно очень сильно устала я действительно сейчас в таком дерьмовом состоянии я в раздрае я нервничаю я не испытываю такой радости которая была раньше при вот переездах и когда я вижу какие-то новые классные локации какие-то чудеса света я думаю только о том как я хочу домашнего уюта комфорта как мне хочется свой дом как мне хочется если я говорю о том что мне хочется купить банально какие-то красивые тарелки но из того что нам все время приходится без того выкидывать ненужные вещи из чемодана чтобы купить там какие-то футболки банально заменить носки и трусы ничего лишнего мы себе позволить не можем я очень часто выкидываю косметику выливаю какие-то шампуни так как мне хочется выглядеть хорошо красиво я стараюсь покупать себе хорошую косметику хорошие шампуни и очень жалко все это время выливать от этого избавляться мы конечно стараемся возможности докупаем себе багаж чтобы не испытывать такого дискомфорта но иногда цены на багаж такие огромные что мы им думаем так ладно мы все вместе и вообще это уже знаете такая игра я люблю проходить все такие квесты я очень люблю находиться какие-то выгодные условия скидки серёжа знает он подтвердит я все время так радуюсь когда мне удается удается выбить они за какие-то не знаю даже вот скидку на перелет или скидку на багаж в общем я воспринимаю это все как какой-то квест мне это по кайфу но иногда мне не хочется этого делать мне не хочется что-то выгидывать себя чего-то избавляться хорошо что мы год прожили в азии там погода была теплая то есть нас гардероб довольно разнообразный потому что вещи все легкие но вот сейчас например мы находимся в очень холодном климате это вот единственный свитер который у меня есть сейчас на мне я хожу в нем каждый день и на улицу и дома один раз в нем даже уснула мне так совершенно некомфортно я люблю когда мне все красиво по полочкам когда есть отдельная домашняя одежда есть отдельная красивая уличная одежда и вот эти все мелочи они скапливают 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 и в какой-то момент вот знаете как говорят там ударяешься мизинчиком на ноге о угол дивана и начинаешь просто безудержно реветь у меня это стало происходить довольно часто связано не с мизинчиком на ноге а просто вот какая-то мелочь такая же банальная честно говоря не могу даже вспомнить просто не знаю мне там курьер привез не то что нужно и казалось бы да ничего страшного но когда это скапливается каждый день в какой-то момент просто наступает кризис но не всегда и я бы до последнего искала какие-то рациональные причины того почему я иногда плачу почему иногда я срываюсь почему я нервничаю стрессую но мне кажется что уже нет смысла отрицать реальность и на самом деле все намного глубже много сложнее я очень сильно хочу покупать какие-то приколюхи в свой дом я очень хочу обустраивать свой дом я хочу покупать какие-то вещи я хочу ходить в магазины которым я привыкла общаться с людьми с которыми я познакомилась в какой-то стране мы переезжаем и знаете общение это вообще отдельная часть нашей истории потому что его катастрофически не хватает и такое ощущение что мы уже совершенно разучились общаться по я вот допустим провожу время с кем-то людьми причем очень классными они мне очень сильно могут нравиться но наступает какой-то момент когда я думаю так все я столько много давно ни с кем не общался мне очень нужно побыть одной и я будто бы сбегаю домой к себе в какое-то временное гнездышко но в целом получается так что он дома то нет и куда бы я не сбежала все равно не чувствую себя как дома не могу обустроить себе все так как мне нужно все те даже классные не знали лана боли которые мы снимали в них были какие-то минусы и только вот ты к ним привыкаешь это не сразу все время там бывают какие-то неловкие ситуации с хозяевами жилья потому что долго не можешь привыкнуть каким-то конкретным вещам у нас там проблемы с ванной были я помню в одной классной вилле и в итоге только ты вот уже привыкаешь к одному минусу тебе уже нужно переезжать и привыкать к другому я уже даже не помню почему мы на бали так часто переезжали по-моему нам что с районами было связано район нас не устраиваю я не помню эту же тесно говоря неважно в общем мы переезжали там каждый месяц хотя планировали снять себе жилье на долгий срок в итоге так и не получилось обстоятельства наверное ни при чем они конечно же играют свою роль но мы сами делаем свой выбор мы сами летом прошлого уже получается прошлого года потому что сейчас 2023 год господи я даже не помню когда я вообще выложила свой последний ролик мне кажется это был октябрь или ноябрь 22 я думаю что прошло больше двух месяцев наверное три месяца уже в итоге мы сами приняли решение уехать из бангкока из таиланда хотя там мы видели нашу жизнь и там мы жили в классном жилье получается три три месяца и могли спокойно продолжать там жить продлять это жилье но мы решили что вот никогда не были на бали в индонезии и нас позвали классные ребята с которыми там познакомились и мы подумали да ладно съездим на месяц-два и вернемся в таиланд уже жить в итоге все закрутилось завертелось мы прожили на бали четыре месяца и потом опять вот этот вот фан включился ой а тут же рядом еще какие-то страны ой а можно же на филипины съездить мы прям долго обсуждали ехать ли нам на филиппины решили все-таки поехать и когда мы туда еще еще даже не летели а только собирали чемоданы мы понимали какая-то ошибка что у нас вообще нет желания никуда лететь мы просто хотим немножко передохнуть за есть же такие вещи как банальные которые из всех тип там работы работоспособности она у нас хромает потому что мы там постоянно в движении я себе устроила некую дисциплину как часто я должна снимать ролики как часто же не выпускать монтировать и с этими переездами все едет в тартарары и все ломается рушится я не могу находиться в этом постоянном состоянии стресса и при этом сохранять ту же активность и динамику в своей жизни я иногда хочу вот спокойствие я поняла что самый пик активности у меня был наверное в таиланде я прям там перезарядилась и начала активно заниматься теми делами которые приносили мне удовольствие но как только опять началось это движение на бали я опять начала немножечко гаснуть очень странно я слежу за многими людьми которые меня вдохновляют за путешественниками они путешествуют постоянно по всей планете и я них наверняка они переживают страдают у них есть свои проблемы но я на них так смотрю и это так круто мне хочется также я не могу я вот сейчас хочу на пару месяцев залечь на пару-тройку месяцев я хочу на одном месте посидеть я ведь также могу снимать видео не путешествиях а какие-то домашние ролики в логе я хочу больше общаться с людьми которые здесь также обращают внимание на меня на то что я делаю которым я чем-то наверное интересно потому что они задают мне какие-то вопросы очень часто и мне хотелось бы больше открыться рассказать больше о себе за моими видео о путешествиях наверное этого не особо видно потому что там я как-то готовлю какую-то информацию что-то изучаю больше чего-то информативного пытаюсь донести в общем я там практически меня настоящий там наверное особо и не увидишь потому что свой каждый день какие-то влоги и влоговый формат и разговоры я особо не снимаю а мне очень хочется это делать так вот это я разболталась да я что-то очень много мне прям понесло слушать и ну да может хорошо давно не разговаривала я уже отвыкла в общем началось все с неудачного окрашивания волос а потом закрутилась завертелась как снежный ком какие-то мелкие неурядицы неудачи проблемы завернулись закрутились и превратились в одну большую проблему что я просто будто бы иссякла я смотрю на других людей правда я не могу перестать смотреть на тех кем я вдохновляюсь каких-то блогеров и они сейчас очень активно это многие ведут риелс записывают такие короткие ролики и очень часто прослеживается тематика все же многие в эмиграции и все эти люди рассказывают о том что вот никто не говорит об этом и рассказывают о том как им тяжело как им сложно привыкать к новому месту они условно там меняют несколько мест и жительств она в пределах одной страны как это очень часто бывает ну или парочки представляете сколько стран мы сменили за последний месяц и за последний год с лишним по-моему 10 уже мне кажется что их было 10 стран и в пределах этих стран места жительства сменялись по нескольку раз по разным районам по разным городам и вот у нас на этой неделе уже был перелет тоже если эти этим людям тяжело то почему я до сих пор отрицаю то что мне тяжело постоянно списываю все что это все найти о мне нужно собраться я просто ленивая тяжело признаться хотя казалось бы я никогда не отрицала свои чувства я всегда понимала что я очень алхоличный человек что вся моя жизнь она в основном таких темноватых тонах я очень пессимистично я всегда делаю на это скидку думаю блин настя ты вот опять включила свое свои страдания я даже с людьми поэтому как-то особо перестала общаться но я отвечаю на общение но я не проявляю инициативу потому что я чувствую что я сейчас очень негативно что я опять начну рассказывать как неплохо даже если я буду шутить рассказывать что это очень веселое то в этих шутках будет прослеживаться тематика того как мне тяжело я начинаю замечать то что я пишу и говорю людям и мне это совершенно не нравится хотя казалось бы многие сейчас в подобной ситуации многие испытывают сильный стресс иногда очень круто эти людей с подобной проблемой но мне уже себя немножечко стыдно и поэтому я себя чувствую максимально дерьмово я никому не пишу я боюсь написать что-то лишнее я боюсь ответить что-то лишнее мне очень много классных ребят пишут которые пришли там с ютуба а пишут других социальных сетях в сообщении ой вы такая классная пара вы там так классно путешествуете вы такие молодцы и меня это так подбадривает я резко прям а потом думаю блин вот вы знали бы они что я сейчас страдаю что я сейчас вообще не радуюсь своим путешествием нужно показать что я радуюсь потому что многих людей это вдохновляет так вот мое состояние сейчас это постоянная бессонница у меня очень сильно выпадают волосы я стараюсь пить какие-то витамины но у меня на лице все написано оно какое-то очень кажется очень сильно грустное сейчас даже когда я стараюсь улыбаться а я просто у меня все скопилось и такое ощущение что может мне просто нужно выговориться с кем-то пообщаться но такое ощущение что единственное что я говорю сейчас это какие-то негативные вещи о своем состоянии поэтому я молчу я не знаю кому не уговариваться я не знаю кто будет этой жертвой кто готов принести себя в жертву выслушать все мое нытье поэтому я стараюсь держаться ведь столько много людей чем-то вдохновляются вдохновляются нашими поездками тоже куда-то едут это круто и хочется это продолжать мне хочется связать с этим свою жизнь но мне просто нужна передышка я готова себе признаться я не хочу путешествовать больше мне нужен перерыв я устала просто чуть-чуть где-то задержаться мы очень часто с моим парнем общаемся по этому поводу думаем что вот было бы классно немножко трансформировать наше путешествие это остаться какой-то одной стране завести там себе дом там держать наши вещи и спокойно периодически куда-то выезжает продолжать путешествовать не обязательно же постоянно перемещаться из страны в страну со всем своим багажом с этим маленьким домом в чемодане но пока не предоставляется такой возможности мы постоянно сталкиваемся с очень многими трудностями я постоянно изучаю законы новых стран постоянно какие-то траблы еще по здоровью на самом деле очень много всего произошло за осень и вот начало зимы 22 года пока я не выпускала свои ролики несколько людей из моего окружения знают о моих проблемах с зубами у меня там кое-что произошло не так давно в общем эти проблемы вернулись вновь наверное те кто знают они сейчас поймут о чем я говорю короче я пережила еще один дикий стресс вот осень о съемке роликов вообще не могло быть речи до сих пор разбираюсь этими проблемами мне вот сейчас уже в новой стране нужно найти себе врача и по другим вопросам мне тоже нужно эти уже врачей потому что я не делаю никакие чекапы и очень давно и вообще есть какие-то мелочи которые вот появляются в процессе путешествий которые нужно просто ходить там пролечить какой-то курс там витаминов пропить таблеток в общем есть какие-то вещи с которыми обычные люди все время сталкиваются но из-за того что мы все время переезжаем все время приходится искать новую больницу вот эти вот трудности перевода цены иногда вот сталкиваешься с какими-то новыми для себя ценами думаешь господи я лучше блин умру или болезнь как-нибудь сама пройдет потому что последний раз у меня был хороший врач в бангкоке хорошей больнице я планировала вообще сделать все что мне нужно именно там но сейчас я вообще в другой стране и тут и по-английски люди не разговаривают и по-английски мне там было сложно объясниться потому что все-таки какие-то такие термины ну медицинские мне сложно их перевести понять объяснить что меня беспокоит а сейчас вообще все по-другому сейчас я живу стране в которой люди английский язык не знают короче я вообще боюсь идти в больницу я я вообще никуда не хочу ходить я понимаю что это стресс вот это очередной поход в больницу это будет стресс это видео нытье надо наверное написать об этом шапке профиля надо предупредить людей потому что в шапке профиля в названии видео потому что наверное странно от меня слышать наверное у меня сейчас осуждаете ну ряд людей наверняка будет мне осуждать что я ною но да я но и сейчас да мне сейчас не ок я не в лучшем состоянии и не хватает общение в то же время я не могу общаться я боюсь короче все вот эти базовые вещи базовые потребности они у меня отсутствуют дом домашний комфорт общение здоровье мне нужно поправить с ним вот я сейчас испытываю массу сложностей короче просто жесть вот одежду сейчас нужно купить нам теплую потому что мы находимся в холодном климате но если куплю мне придется опять что-то выкинуть скорее всего потому что чемодан уже битком там уже колесик немножко скрипят я думаю так надо наверное что-то выбросить но я ничего не хочу выбрасывать и уже так много всего выбросила я на бали очень много вещей и отдала и избавилась от них и вот сейчас у меня вообще мало всего а я вообще-то в прошлом стилист и его до отъезда из россии я была стилистом и вообще не хотела бросать эту деятельность у меня только все по чуть-чуть помаленечку начало получаться и вот опять я где-то не пойми где непонятно чем занимаюсь и я хочу выглядеть красиво я по-прежнему люблю когда меня окружает красота и то я красиво одеваюсь хорошо выгляжу но приходится покупать очень практичную одежду и поэтому я уже смотрю на свои социальные сети на свою ленту и думаю господи да я просто уже постоянно в одном и том же либо в каких-то майках топах просто или купальниках а мне хочется вернуться к сложным много составным луком который я делала себе в москве я не могу здесь себе этого позволить нужно очень много всего покупать и короче короче жесть в москве еще часто сдавала одежду плюс я продавала на авито то что я уже поносила очень хорошие новые вещи это вообще было мое хобби я что-то купила поносила и думаю блин ну кому-то эта вещь будет нужнее и у меня прям по фану для меня это тоже был квест я все продавала это был такой круговорот одежды в моей жизни это было все классно здесь мне это очень сильно не хватает здесь я прохожу мимо магазинов я практически них не захожу хотя мне очень сильно хочется также нельзя не упомянуть все эти праздники которые сейчас на нас свалились очень много всего произошло хорошего но опять же все это хорошее сопровождалось тревогой потому что очень многие вещи прекрасные вещи которых вы наверное уже знаете из других социальных сетей ноги не знают но я еще расскажу о других роликах короче очень много всего классного произошло но все это было тоже сумбуре все это нужно делать было оперативно праздновать оперативно готовиться к праздникам очень быстро вот у серёжи был день рождения я вообще в попыхах все готовила хотела чтобы все было классно потому что моему парню исполнилось 30 лет юбилей все таки днюхо должно быть очень классный я подарок купила за три месяца потому что не знала где я буду через эти три месяца когда будет день рождения возможно не найду тот подарок который я смогу ему купить я вот это с собой везла постоянно прятала и мы прилетели в новую страну за четыре дня до серёжного день рождения я пыталась все это приготовить классную днюху устроить я не успевала передохнуть и вот сейчас опять нам нужно заниматься документами вчера пол вечера я провела за ноутбуком заполняла доверенность составляла доверенность вообще мне нужно теперь каким-то образом я получить потом переправить в россию это вообще сейчас невозможно и не знаю подойдет ли это доверенность и нужно вообще искать юриста они сами наставят доверенность короче блин это все свалилось вот опять ладно это я уже я действительно сейчас ною я извиняюсь над было заранее в этом видео извиниться потому что это довольно банальные вещи все люди делают все люди болеют и часто ходят к врачу им приходится решать какие-то коммунальные вопросы даже если они вот постоянно живут в каком-то постоянном доме а я вот в нем не живу и некоторые вещи мне ну я их избегаю мне не приходится многие проблемы решать я могу просто написать хозяину квартиры сказать так вот решайте мы у вас тут две недели живем нам нужно то-то то-то пятое-десятое короче вместе с тем что у меня стало больше каких-то проблем из-за переезда из-за эмиграции от каких-то проблем я избавилась но вот так уж получилось что то что я имею сейчас она меня немножко сломала ну если вообще убрать из жизни какие-то проблемы связанные с бьюти процедурами можно в целом вообще их не делать на самом деле это я уже так если очень сильно копать и заострять внимание на мелочах то вот берем в расчеты бьюти процедуры и моя внешность но есть проблемы посерьезнее типа легализации мы почувствуем уже 15-16 месяцев и многие наши знакомые которые уехали из россии в феврале и в сентябре они уже многие получили в энджи в какой-нибудь турции грузии а мы до сих пор не легализованы и до сих пор за испытываем трудности там с походами в какую-нибудь клинику и вообще у нас нет никаких прав ни в какой стране это такой странной ситуации потому что ну мы за это время уже могли что-то сделать но мы ждали кое-каких ответов помощи и в общем зависели от других людей поэтому ничего не делали даже если все начнет улучшаться и мы поймем что где-то мы сможем это сделать то наверняка это будет волокита огромная даку с документами и тоже какие-то там сложные процессы это ведь все таки тяжело легализовываться в любой мне кажется стране поэтому я прям уже в предвкушении что подготовка каких-то документов банальных она тоже меня не знаю будет немножечко стрессовать но это нормально и все через это сейчас проходит и я стараюсь себе почаще об этом напоминать очень много я наговорила я планировалась ролик на пять минут жесть вот такая вот эмиграция затяжная эмиграция она принесла свои плоды хорошие и не очень видимо сейчас такой этап такой кризис знаете наверное как в отношениях но как бы все хорошо не было рано или поздно наступает момент когда все идет наперекосяк и кажется что все не так как должно быть вот так и в нашей жизни наверное сейчас у меня сложный период просто потому что я действительно банально устала и мне хочется комфорта наверняка когда я его получу и мы не знаю там пишем договор на год на какое-то жилье в каком-то классном месте я буду жаждать путешествие а потом не знаю будет сложно куда-то поехать путешествует потому что появятся новые проблемы я понятия не имею что меня ждет жизни не знаю что будет дальше но сейчас мне хочется этого хочется немножко передохнуть хочется понять вообще разобраться во всем том что происходит у меня в голове потому что так вот посмотрел действительно может это какие-то мелочи я иногда просто банально из своей внешности переживаю сейчас вот праздники и мы очень много выпивали сережки коктейля дома делал и банально алкоголить за праздников и там не знаю вкуснейшее азиатское пиво они тоже дали свои плоды я стала немножко опухшей плюс навалилось то что из-за многих проблем с которыми я столкнулась осенью я очень часто плакала в итоге я превратилась какую-то одну большую опухоль я постоянно была опухшая когда я хотела сделать какие-то подводки записать или новое видео подготовить я ставила камеру и думала господи ну я же просто капец какая опухшая и пора вообще заняться собой не знаю записать в спортзал потому что я уже похожа на какое-то очень жидкое желе плюс я еще выпиваю это вкуснейшее азиатское пиво предательское тут еще праздники короче это все тоже очень сильно влияет на состояние у нас здесь вот в доме сейчас есть тренажерный зал я присыпаюсь в дикой тревоге у нас сейчас очень холодно я не хочу вообще никуда вылезать думаю так окей если я сейчас тревожусь я сейчас вот успокоюсь я попью свой вкуснейший кофе по завтраку и решу хочу я идти в этот зайчик или нет или сейчас мне лучше не насиловать и травмировать себя и окей сосредоточиться о том чтобы как-то морально успокоиться круче даже вот поход в зал на несколько этажей выше у меня вызывает какую-то боль возможно это просто хроническая усталость вследствие всего того что со мной произошло и я сейчас иногда просто банально не хочу вставать с постели и делать дела которые на самом деле приносит счастье радость я вот очень бегать люблю я и монтировать люблю но сейчас даже заставить себя монтировать я не могу надеюсь что этот ролик я вообще смонтирую короче пора заканчивать это видео надеюсь что они но не было очень сильно негативным я надеюсь что возможно найдутся люди которые также испытывают сейчас стресс и знаете чтобы не одни есть вот на свете такая настя перекотина который тоже сильно стрессует переживает нервничает плачет но я стараюсь я стараюсь все равно наслаждаться своей жизнью верю в лучшее знаю что рано или поздно мы найдем свой дом надеюсь что всем тем кто сейчас испытывает трудности из-за эмиграции вынужденной эмиграции если ваш дом очень далеко если ваши близкие очень далеко все это не навсегда я так надеюсь я сложные такие обещания вообще давать ночью ситуацию конечно но хочется вас поддержать все у нас наладится у нас просто нет другого выбора мы очень классное поколение у нас все получится мы ко всему приспособимся нынешние ситуации показали нам что мы способны на многое на очень очень сложные решения в нашей жизни которые бы мы бы никогда в тепле и комфорте не приняли короче все те кто сейчас в эмиграции посылаю вам лучи добра говорю вам что я с вами и напишите в комментариях если вдруг вы сейчас находитесь в эмиграции вам нужна поддержка и вы тоже испытываете какой-то стресс фоновую тревогу и вам кажется что не знаю вы одни вам одиноко таких одиноких людей наверное сейчас довольно много и наверное нам с вами стоит держаться вместе я буду закругляться увидимся с вами в следующем ролике я не знаю когда я боюсь сейчас обещать я постараюсь побыстрее подготовить выпуск о филиппинах который я сейчас вот монтирую но вы обязательно его дождитесь не отписывайтесь меня наоборот подпишитесь на мой канал если вы еще этого не сделали поставьте лайк этому видео если чувствуете то же самое или просто хотите меня поддержать надеюсь что совсем скоро мы увидимся с вами в моем новом выпуске пока